В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажу о главных событиях дня. Новоселье, которого ждали 6 лет. В Пятигорске обманутые дольщики получили квартиры. Их поздравил Леонид Нечапуренко. Водные проблемы станицы Есентукской канули в воду. Как удалось решить вопрос? Наши репортажи из Придгорного округа. В библиотеку, кино или в офис, куда россияне не хотят ходить онлайн? Любопытный опрос. Десятки жителей Пятигорска начали утро с шампанского. Их можно понять. Люди, наконец, получили квартиры, ждать которых пришлось 6 лет. С новоселами встретился губернатор Владимир Владимиров. Он заявил, что уже в 2023-м на Ставрополе должны полностью решить проблему обманутых дольщиков. Леонид Нечапуренко узнал все подробности. В 2015-м году на улице Нижнова в Пятигорске начали строить три жилых многоэтажки. Обещали завершить через год. Но прошло и 2, и 3, и 4. А здания выглядели примерно вот так. До новоселья тут далеко. Застройщик обанкротился, работы были заморожены. Но после вмешательства властей дело пошло и перемены настали. Один корпус уже достроили. У входа теперь праздничные шарики. Можно заходить и жить. Вот ваша квартира. Чтобы перешагнуть порог новой квартиры, Валентина Никандровна приехала из Тульской области. Перебраться из средней полосы в теплый курортный Пятигорск задумала еще 6 лет назад. И вот, наконец, можно все осмотреть и распланировать будущий ремонт. Думали сначала делать перегородку, но это потом неизвестно будет она или не будет. Может быть, единая комната будет. А тут теперь будет кухня. После банкротства застройщика завершить строительство этого дома взялась компания-собственник земельного участка. Дольщикам пришлось немного доплатить по 3 тысячи за квадрат. Зато теперь можно принимать достроенное жилье. Вот теперь мы уже получили. Вот у нас уже идут работы даже в этой квартире. Видите, штукатура работает, уже электрика работает. Вот. И так что мы очень довольны. В этом доме дольщикам принадлежат 39 квартир. Соседние два здания на этой же площадке остаются недостроенными. Но и по ним есть конкретные решения. Работы все-таки завершат. Мы рассчитываем, что где-то в январе месяце мы получим заключение экспертизы и достоверность метной стоимости, поскольку это будут деньги фонда федеральные, необходимо проходить государственную экспертизу. И где-то в марте месяце мы должны будем приступить к работам на этих двух позициях. Ну, я думаю, что с учетом готовности этих объектов к концу следующего года мы тоже должны их завершить. Встретиться с новоселами и осмотреть новостройку приехал и губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал, регион поставил задачу решить проблемы всех обманутых дольщиков и постепенно к этому идет. За последние 8 лет больше 4000 покупателей восстановили свои права. Только в этом году сданы 186 квартир в Ставрополе и Пятигорске. Мы сегодня видим, что 6 или 8 домов у нас остались неохвачены решениями по достройке, либо по выкупу прав требований, ну, то фактически удовлетворили потребности людей. Однозначно мы эту работу завершим в Ставропольском крае. И все-таки в 2023 год мы уже видим, что у нас не должно оставаться обманутых дольщиков. Кстати, еще 215 новоселий запланировано уже в этом году в краевой столице Пятигорске и Сентуках. Так что дольщики, которые так долго ждали жилье, могут заготавливать шампанское. Леонид Нечапуренко, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Минус еще одна серьезная бытовая проблема и в станице Ясентукской. В округе заработал новый водопровод. Несмотря на сложность стройки, объект удалось закончить в срок. Джамиля Ибрагимова о том, как проблемы местных канули в воду. Как долго они мечтали об этом дне. Дне, когда из крана вода побежит без остановки. Дне, когда не нужно больше дожидаться водовозов. Он у них теперь праздничный, красный день в календаре. Вот смотрите, у нас и вода, и напор хороший. Так что благодарим, что обещали, то и сделали. Уже проблем с водой никаких нет. Супруги Васильевы из-за водного дефицита забросили свой огород. Но этой весной, кажется, смогут вновь его оживить. Своя вода есть. Поливай на здоровье. И слава богу, у нас сейчас вода идет все отлично, чистая. Нет ни ржавчины, ни воздуха. А в основном я за воздух платил, не за воду. А вот так было год назад. Лето, в кранах нет ни капли воды. В чем проблема, все знали. Дело в том, что Есентукская сильно выросла за последнее время. А водопровод оставался старым. Тех объемов, что потребляли люди, он не тянул. Из-за этого страдала почти половина всего населения станицы. Летом были большие проблемы. Летом подвозили. Зимой очень часто выключали. Сначала у нас шел воздух минут 15. Потом ржавая вода шла минут 15 еще. Чтобы изменить ситуацию, решили строить дополнительный водовод. Проложить 5 километров трубы оказалось делом не из простых. Подводил сложный рельеф. Где-то коммуникацию приходилось прокладывать над рекой, где-то под автомобильной дорогой. Имеются воздушные участки, подземные участки. Несколько участков пришлось проходить горизонтально направленным бурением. По поручению губернатора Владимирова из регионального бюджета выделили порядка 140 миллионов рублей на строительство водовода. Работы шли в рамках программы повышения качества водоснабжения Ставропольского окрая. Уже сегодня законченные работы и станичники получают качественную новую воду из нового водопровода, подключенная к районным кубанским очистным сооружениям воды. И в летний период времени уже жители не будут испытывать такой острый дефицит. Объект осчастливил как минимум 12 тысяч жителей станицы Есентукска. И теперь вода бежит в дома станичников по 5 километрам абсолютно новеньких труб. Напор отличный и качество тоже. То, что нужно людям для простого бытового счастья. Джамиля Ибрагимова, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Современная жизнь, особенно после начала пандемии, все больше становится на онлайн-рельсы. Но в некоторых сферах россияне все же хотят вернуться в обычную реальность. Любопытный опрос провели аналитики сервиса по поиску работы. Итак, уменьшители вовсе отказаться от виртуального посещения театров, музеев, выставок и концертов хотят 22% респондентов. 19% мечтают заменить онлайн-общение обычным. 17% против спортивных тренировок через экран телефона. Обучаться и посещать конференции, выходя из дома, а не на диване, хотели бы 14% опрошенных. А 12% готовы ходить в самый обычный офис. Меньше всего недовольных онлайн-взаимодействием в сферах общения с государством, шоппинга и просмотра кино. Каждого третьего количество виртуального в жизни вполне устраивает. Ну а если вы хотите выйти из сети, то идите гулять. В Минеральных Водах завершается благоустройство при вокзальной площади. Теперь это популярная фотозона у горожан. Там установили уличные шахматы, старинный велосипед и мини-копию узколинейного парового локомотива. Работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». О других новостях края – коротко в нашем обзоре. Новопавловск. Обновили коммуникации и полы. Провели отделочные работы. Также планируют закупить новую мебель и оборудование, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы прошли по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Станице Незлобной преобразилась детская школа искусств. Специалисты обновили коммуникации, фасад и кровлю. Отштукатурили стены, заменили окна и полы, сообщили в администрации Георгиевского округа. Все это стало возможным благодаря федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Больше новостей ищите на сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Далее прогноз погоды. У меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на понедельник, 15 ноября. В Ставрополе в этот не самый тяжелый понедельник пасмурно и без осадков. Плюс 6 днем до минус 2 вечером и ночью. Мы продолжаем путешествие по 45-й параллели и отправимся в Монголию, в город Сухебатор. В понедельник там прохладно, всего плюс 4, а вечером в монгольской степи так и вовсе минус 7. На родине в Невиномыске пасмурно и без осадков. Плюс 10 днем до нуля ночью. В изобильном в понедельник тоже пасмурно и без осадков. Днем плюс 6, вечером и ночью до минус 2. Минеральные воды тепло, но пасмурно. Плюс 12, без осадков, вечером плюс 1. Пятигорт начинает неделю пасмурным небом. Днем такие же плюс 12 и ночью до минус 1, а осадков не ждем. В Кисловодске те же плюс 12 и также пасмурно. Вечером минус 2, без осадков. Ессентуки, все верно, плюс 12, пасмурно, вечером минус 1. При Лизноводске тоже пасмурно, курорты накрыли туманом и без осадков. Днем плюс 12, вечером минус 1. Восток края. Летом там был полюс жары, теперь полюс холода Ставрополье. Ипатова днем плюс 6, пасмурно, вечером минус 2. В Дивном днем тоже плюс 6, пасмурно, вечером и ночью около нуля. Нефтекумск, пасмурно, без осадков, днем плюс 8, вечером и ночью около нуля. Буденновск, без осадков, облачно с прояснениями, днем плюс 8 и до нуля, вечером и ночью. На сегодня о погоде все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»